Привет! Компания Xiaomi подробно рассказала о новых флагманах на своей вчерашней презентации. Показали два устройства, Xiaomi 14 и 14 Pro. Они похожи дизайном и начинкой, но все-таки отличаются в некоторых моментах. Давайте рассмотрим новинки подробнее. Подписывайтесь на канал, поехали! Естественно, габариты у смартфонов разные, но у них и разное изготовление корпуса. У обычной модели эко-кожа и стекло, у Pro-версии стекло и титан. Размеры экранов 6,36 дюймов AMOLED у младшей версии и 6,73 AMOLED у старшей. В остальном, качество и характеристики экранов одинаковые. Оба поддерживают яркость до 3000 нит. Надеюсь, глаза не будут вытекать от такой яркости. Плюс, конечно же, разная батарея. 4,610 мАч у младшей версии с проводной зарядкой 90 Вт, беспроводной 50 Вт и 4,880 мАч с проводной на 120 Вт и беспроводной на 50 Вт у Pro-версии. В плане дизайна в Xiaomi ничего особо нового изобретать не стали. Все уже проверено. Новая серия развивает идеи прошлого поколения. Узкие симметричные рамки экрана на месте и даже узнаваемый квадратный блок камер оставили, только он стал массивнее и получил обводку. Основное внимание уделили железу. В телефонах стоит свежий чип Snapdragon 8 Gen 3. Начинка охлаждается продвинутой жидкостной системой с испарительной камерой. В Xiaomi говорят, что особых проблем с нагревом быть не должно, даже в периоды максимальной нагрузки летом под солнцем. Но как оно на самом деле, станет ясно во время тестов. Еще одно заметное обновление – экран. У обоих он AMOLED TCL C8 с пиковой яркостью в 3000 нит. На текущий момент это рекорд в индустрии. Обе модели получили 75-мм телеобъектив с плавающей фокусировкой. Смартфоны могут фокусироваться в диапазоне от 10 см и до бесконечности. Данное решение зарекомендовало себя еще в Xiaomi 13 Pro и вот теперь добралось до новых устройств. Основной сенсор от Sony на 50 Мп. Также Xiaomi использовала в своих смартфонах объектив Leica Samilux. Сверхширокоугольный датчик от Samsung, а телевик тоже Samsung с оптическим зумом 3.2x. OmniVision задействован в селфи-камере. У Xiaomi 14 Pro переменная диафрагма на основной камере. Новые смартфоны первыми получили фирменную систему HyperOS, которая пришла на смену MIUI. Если вкратце, все должно работать быстро и плавно. Добавили внешних и внутренних изменений. В памяти телефона HyperOS занимает всего 8,75 гигабайт. Оба телефона предлагают динамики с Dolby Atmos. Есть сертификация Hi-Res Audio и по 4 микрофона. Защита корпуса от воды и пыли класса IP68 присутствует в обоих устройствах. А теперь про стоимость. Она не изменилась в сравнении с прошлым поколением, но есть нюанс. Версии 8128 больше нет. Младший смартфон в базовой конфигурации поставляется с 8 гигабайтами оперативки и накопителем на 256. А цена 4000 юаней. Это 51 200 рублей. За такие же деньги Xiaomi 13 продавали на старте версии со 128 гигабайтами накопителя. Так что получается выгоднее. Модель Pro стоит 5000 юаней. Это 64 000 рублей. За вариант 12 256. У Pro также будет титановая версия. За 6 500 юаней. Это 85 000 рублей. Оба девайса уже доступны для предварительного заказа в китайских магазинах. Напишите в комментариях, как вам новинка. Как относитесь к новинкам от Xiaomi. Все выгодные ссылки будут конечно же у меня в телеграм канале. Поэтому подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на телеграм канал. Там я выставляю самые выгодные цены с Алиэкспресс и Яндекс Маркета. Впереди много интересных новостей и обзоров. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok